ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Расскажите, кому посвящаете эту серебряную медаль? Родителям, тренеру, кому? Конечно же, тренером, родителям, друзьям, моим девушкам, всем, кто у меня болел, я думаю, это и их медаль тоже, потому что они меня поддерживали всеми силами, говорили приятные слова, которые поднимали роль у меня былый дух. У вас остались еще старты на Олимпиаде? Да, у нас финал, бесстопеды, очень вареный старт для нашей страны. Конькопешка Ангелина Коликова завоевала бронзовую награду на дистанции 500 метров и принесла России 17-ю награду Олимпийских игр. Золото взяла американка, второе место заняла неполка, Коликова уступила победительнице 17 соток секунды. Еще одна россиянка Дарья Качанова расположилась на восьмом месте, а знаменосец российской делегации на церемонии открытия Голька Подпулина стала десятой. Безусловно, я очень рада этой медали, она олимпийская, и на сегодняшний день действительно присутствовали все сильнейшие спортсменки в спринтерской категории. Поэтому это был действительно справедливый бой, потому что в основном все сильнейшие сегодня спортовали с одной дорожки, с малой. И поэтому я считаю, что это просто как судьба так распорядилась сегодня. Я очень рада своей победе, и так же я рада девчонок, которые сегодня стали первыми и вторыми. И я хочу сказать большие слова благодарности всем людям, которые меня сегодня поддерживали в этот сложный, напряженный день. И поэтому он большое море любви, и я очень рада сегодня, что я принесла нашей стране медаль. Завтра в Пекине разыграют медали у танцевальных пар. После ритм-танца наши фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацаламов идут на втором месте. Впереди только главные фавориты, французский блеер Габриэлла Пападакис и Дио Сизерон. Виктория Синицына, 26 лет. Никита Кацаламов, 30 лет. Танцевальная пар. Действующие чемпионы Европы и мира. Двухратные чемпионы России. Живут и тренируются в Москве. Олимпиаду в Пекине для обоих 2-я мкг. В Сочи в 2014-м. Кацаламов и Синицына выступали с другими партёжами. Кацаламов, бронзовый и золотой медалист Олимпиады в Сочи. В Керчхан в 2018-м не поехали из-за травмы уникиды. Объединились в пару в 2014-м году. Сначала тренировались в США. Кацаламов, бронзовый и золотой медалист. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 другие, а мы, как мы, лучшие, да, он там внутри очень сильно культилируется в этих организациях. Ну, конечно, в мире это очень смешно, но похоже, что ты рассказываешь, говорит о том, что нынешняя украинская власть, нынешнему украинскому государству очень нужна такая молодежная организация, воспитывающая в националистическом и вилитаристическом степенам. Спасибо, Саша, за интересную рассказку. В 1863 году немецкий колонист Абрахам Яковлевич Коу открыл неподалеку от города Александровска, нынешнего областного центра Запорожья, мастерские по производству салума резок и запчастей ветерин немецов. Именно это событие считается моментом основания Запорожского автомобильного завода, нынешнего концерта. Мастерские стали заводом, который выпускал жадкий молотил, кипр и полуги. После революции его переименовали в Коммунар. Основная продукция – тракторы и комбайны. В 1930-м здесь выпустили первый советский прицепной зерноуборочный комбайн. Он тоже назывался Коммунар. И его производство позволило в 1932 году отказаться от импорта комбайнов в СССР. Автомобильный завод Коммунар стал в 1961 году. ЗАЗ приступил к выпуску единственной модели – ЗАЗ-965, которая вошла в историю, как нифига, маффи, запорожность. Автомобиль был разработан в КП завода «Москвич», но из-за отсутствия мощностей был передан в производство «ЗАЗ». Замыслом госплана в стране нужна была микробитрахка, общая масса имени тонны и двигателем мощностью 20-25 лошадиных сил. Автомобиль был удобным для массового производства, рассчитан на долгую эксплуатацию на отечественных дорогах, и обслуживался силами самого владельца. И хотя с конвера запорожского автозавода затем сходили не менее известные даже легендарные автомобили – ЗАЗ-966 «Ушатый Запорожец» и ЗАЗ-1102 «Тавлия» – тот первый горматый Запорожец сегодня стал символом советской эпохи. О том, как самый дешевый мастерный советский автомобиль превратился в ценный артефакт в сюжете «Анния Хилова». Все оригинальные соединения, они, конечно же, сохранены, всегда, конечно же, с собой, по любому заводу, и целый ящик запахнулся, «ЗАЗ-966» Кхе-кхе Сегодня кортеж Запорожца на улицах города вызывает оживленную реакцию Такую колонну другие автомобилисты обычно пропускают Уважение то ли от удивления, то ли снесхождение Впрочем, бывают и такие случаи, когда старый добрый запорожец дает спору иномаркам Подрезал он Начались, грубо говоря, небольшие гоночки Впрочем, он не стал спортом, как ты Не кратил эти игры Ну, я думал, много надо Впрочем, он не стал спортом Впрочем, что действительно нечто из области фантастики Хотя шкала на спидометре и предусматривает разгон до 160 Вообще судить о резвости Вы знаете почему Потому что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...